Мам, ну сколько можно спать? Вставайте, давайте! Мы чё, 24 часа в машине просто спать что ли будем? Мне уже плохо от одного спанья. А ты уже приготовил завтра? О, блин, мы же в машине! О! Ничего себе, что уже ночь прошла? Так быстро? Обалдеть! Зверопапа, зверопапа, давай просыпайся! Просыпайся, зверодети уже не готовят, что мы спим в машине! Эй, ты, вставай! Чего меня разбудили? Можно было бы попозже чуть-чуть. У нас всего два деления осталось из-за того, что мы кондиционер всю ночь использовали. Это потому что Билли всю ночь пердел. Если бы он не пердел, можно было бы окна открыть. До сих пор этот запах чувствую. Да, Билличка? Фу, это всё-таки от тебя до сих пор пахнет. Да ладно, не пахнет от меня. Это, наверное... Да нет, это от тебя. Ужасно просто несёт. Пердун билибой. Сладь! Чего? Я просто ходила в лоточек и поэтому здесь немножко задержался. Но ты не переживай, со мной всё хорошо. Ну что, ребята? Вы поняли, что мы вас услышали. Вы просили в комментах 24 часа челлендж в машине. И как видите, мы сегодня здесь. В машине с кондиционером. Какое счастье, что мы его починили. У нас, ребята, на улице 20-29 градусов. Это очень жарко. В салоне с нами Белюшка, Кивушка и, конечно же, Сладушка. А ещё кот-зверопапа. Мяу! Почему он сейчас здесь, что он кот? Мы оборудовали нашу машину всем необходимым. Взяли пледики, взяли подушку. У меня даже здесь есть зубная щётка, расчёски. Короче, куча всего, чтобы можно было очень круто жить 24 часа, ни в чём себе не отказывая. Но, ребята, мы всё-таки установили правила нашего проживания в машине. Короче, ребята, из машины выходить можно. Но только один раз в два часа. И по острой необходимости. Ну, типа, там, сходить в туалет, как вы видите, для котиков, ребята. Мы лоточек вот здесь вот поставили. Сейчас ты снимаешь, как и пищу, баба. Ой, прости, Сладя. Вот, поэтому котикам в туалет выходить не нужно, кроме как Билли. А Билька у нас выгуливается три раза за день, поэтому 4-5 часов он может спокойно потерпеть. Но, тем не менее, чтобы какая-то активность была и у собаки, и у котов, им нужно иногда гулять на улице. В общем, вы всё поняли. Вы сегодня будете жить с нами. Посмотрите, как мы будем есть, мыться, чистить зубы, как мы будем спать, играть. О, это что за нарушитель порядка в машине просто такой? Всё, ребята, мы начинаем, но с вас. Лайкосы, подписка и обязательно колокольчик. Динь-динь-динь-динь-динь. Да смотри-ка. А Дима-то не поставил колокольчик. Ставь, да. Смотри, и Андрей тоже. И Катя. Так, Алёна, ну-ка быстро ставь. Вообще, какой-то кошмар. Всё, ребята, мы начинаем. Ну что, тогда всем доброе утро. Мы завтракать-то сегодня будем. А то что-то такие проснулись. А месяца к ней нету. И не положена еда никакая. Ну что, ребята, наступило утро, а я до сих пор не почистила зубы. Поэтому идите, я вам кое-что покажу. Смотрите, у меня здесь есть бардачок, а в бардачке у меня щётка и паз. И я могу спокойно вот так вот чуть-чуть высунуться из машины и почистить свои зубки. Воды нету, рот пополоскать. Фу, блин. Если только из кошачьей миски, ребят, попить. Ну, Зая, есть у меня один вариантик. Не знаю, понравится ли тебе. Фу, Миша, какой ты противный. Уйди отсюда. А можно мне тогда тоже на поле пописать, как дед? Вот я вот встану, вожду. Не надо рассказывать, Сладун, я поняла. Давай соберём котиков и пусть они пописывают на поле, действительно. Так, ну что, Сладя, давай оденемся немножко. А таймер не забыли на шлейку поставить? Подождите, мы ещё 10 минут наши не начались. А вот вы, между прочим, господин, сейчас находитесь за пределами машины. Кот номер один готов к прогулке. Я первый буду писать. Блин, кот, дед, возьму в руки. Сладя, не надо рассказывать. Сладя, ну что, идём? А как правильно встать надо, дед, вот так? Научил, блин, кота. Вот стоит же лоток сзади. Ну так я же звероотец. Я должен чему-то научить его. Ну что, мам, а мы, может быть, тоже с Белькой пойдём пописаем? Я тоже могу, как папа, встать и в руки взять. Кевин, не надо ничего рассказывать. О, смотри, у него получилось. Он встал и прямо в руки взял. В общем, всё как по инструкции. Обалдеть, вот это папа его научил. Пап, я следующий. Кевин, ты следующий, да? Да. Эй, подожди, подожди, я тоже. Куда ты прям на меня спустил кота? Кевин, а ты что, без шлейки? Да, папа, я только пописать и обратно сразу. Точно? Точно, я никуда не побегу, я уже твой котик, любимый, родной. Бежи меня. Кевин, я вообще тебя знаю. Любимый, родной котик. Интересно, а у него получится? Бель, какое счастье, что он всё-таки вышел, чтобы это сделать. Прикинь, устроил бы в машине. Ага, они ещё и кондей вырубили. Ну что, наши утренние процедуры все закончены. Я думаю, что пора уже покушать где-нибудь нам. О, давайте голосовать. Я голосую за Мак-Завтрак. Ну, не знаю, Мак-Завтрак это ведь совсем не полезно. Это тренд жиры, углеводы. Ну, ты понял, я вот уже как бочка стал со врачными Мак-Завтраками. А я нет, я за что-нибудь вкусненькое. За колбаску или правда Макдональдс? Решено, едем в Мак. Ура, вы всё-таки выбрали Мак. Ладно. О, да ладно, гонишь. Блин, папа, маму, я вас обожаю. Вы самые лучшие. Это моё самое любимое заведение на планете. Я очень счастлив. Спасибо, мам, папа. А так, у меня, пожалуйста, два дольных чиз-пакера. Картошечка фри. И, и, и ещё, пожалуйста, соус серный с ладунячей. Это ты что, уже на всех заказал? Нет, это только мне. Интересно, уложится он за 10 минут? Думаю, да. Да, потому что Макдональдс он любит, без него точно не вернётся. Так он может проиграть и просто не успеть, и вернуться минут через 15. И что тогда будет? Может, систему наказаний надо? Мам, позвони ему, чтобы игрушки купил. Распакуем коллекцию игрушек из Мака. Баба, ты сидишь в телефоне и с ромничного зайчика пускаешь. Случайно так выходит? Ой, да, сладей, правда. О, наш завтрак идёт. Нифига себе, быстро, папка. Коктейль не забыл? Не забыл, сладон. Так. Забирайте. Здравствуйте. Опа-на, холодненькая кола, это хорошо. Да, а как вы хотели ещё? Тёплый, что ли? Да что же это у нас тут-то? Тут вкуснятину. Папа, игрушки взял? Взял, взял. Силен, ура, игрушки. Целых три штуки было из десяти. Всего? Да. Так, наведём здесь небольшой порядочек. Пока Зверопапа ходил мыть руки, вот, я беру вот такую поилку, смотрите, ребят, поилка для котов, нажимаешь кнопочку, сюда вот так вот течёт водичка, вот так вот. И фильтруется угольным фильтром. Да, здесь есть фильтр, поэтому сейчас все котики смогут попить. Ой, я хотел, мам, спасибо. Смотрим, что взял Зверопапа. Чикен Макнаггетсы, ещё чикен Макнаггетсы. Куча соусов. Миллиард соусов всяких, тут чесночных, не чесночных, и сейчас травов. Ого! Ты что, там все соусы, что ли, скупил в Маке? Это по твоему заказу было. Ничего себе, посмотрите, ребят, посмотрите, сколько соусов просто. Да, вот это мои есть. Вот это да. Выпало. Так, чизбургер, чикенбургер. Ты взял на потом столько много, что ли? Да. Уже долго машинки были. Ты лоток загородил, дед, как писать-то тебе. Да ты попросишь, когда надо, и всё. Так, ну что, давайте кушать. Так, чизбургер. Это же места нету. Подвиньте всё. Сладд, давай, иди сюда. Кладуник, иди сюда. Миша пошёл достать котикам миски, потому что им некуда даже положить Макдональдс. Да, а то что, мы собаки, что ли, есть с пола? Эй, ты что, совсем там, что ли? У-у-у, как тут уютно у тебя, дед. Сладдун, а смотри, что ещё у меня есть. Нет, я корм не хочу. Я хочу Макдональдс. Можно? Давай, садись на своё место, сейчас мы вам всё положим, Сладдь. Так, а почему всего три миски? Сладдун, ну вы уж там разберитесь, пожалуйста, кто откуда будет есть. Так, значит, в одной мисочке будет вот это вот. Немножечко картошечки. Вас там трое, поэтому вам три картошинки. Мне сама буфа, я хвасту. Три наггетса. А как три? А коктейль вам будет потом, Сладдь. Дай хоть наггет сейчас тогда. Ну, пожалуйста, на тебе маленький, держи. Ну что, поставите нам назад. Вот это. Вот это. Ой, как вкусно. Спасибо, мам, пап. Пап, ну где мой коктейль? Где мой коктейль? Покажи. Сладдь, это всю мою картошку рассыпал. Миш, он мою картошку рассыпал. Давай, собирай скорее. А, мам, я с тобой хотел побыть, пожалуйста, не относи меня назад, там Билли пукает. Ладно, Сладди, я дам тебе твой коктейль, пожалуйста. Держи, Миш, он очень хотел коктейль. Коктейль хотел? Ой, я испачкался. Можно на крышечку им положить? Билли, ты где? А я уже тут кушаю картошечку на подушечке. Можно сюда чуть-чуть добавить картошечки. Да, кстати, я обожаю мороженое с картошкой. Ой, это я люблю. Ммм, Зверопапа, как у тебя вкусно тут. Ребята, смотрите, как аппетитно. Сейчас сами побежите на гадные. Фу, блин. Эта говядина так торчит странно. С детства обожаю. А я, ребята, начну свое путешествие в мир Макдональдса с чикен-макнаггетсом. С детства обожаю. Привет! Дай кусочек говядины. О, кола-кола, я люблю. Чего нам какую-то курицу подсунули? Да, говядина с сыром, это вкуснее, чем курица. Так, ну что, давайте распакуем первую игрушку. Миша сказал, распаковывай аккуратно, чтобы коробочки сохранить. И в итоге я сейчас, наверное, порву. Подожди, Сладя, ничего не получается. Опа! Посмотрим, кто у нас тут. Оооо! Так, что-то с мячиком. Тут за ушками это бумажечка. Вот, смотрите, какая у нас. Ух ты, красивая фигурка, да? Вот такая вот мадам. Да. И басквидоль-мячик такой прям реалистичный, да? Сладь, смотри. Ой, баба! Она его кидает ушами, кстати. Да. Фью! Я поймала! Билька, смотри что, Биль. Ого, мам, это что, мяч? Билек, будешь играть? Лови. Пиум! Мам, это мячик! Можно будет в поле поиграть! Так, здесь у нас прям что-то большое, сладь. Так, давай посмотрим. Ой, это же кто-то с ракетой! Ну-ка. Я взлетаю, как ракета для меня из вся планета. Черно-белая кассета. Опа-на! Вау, подожди, тут какая-то кнопка даже. Это койот. Сейчас будет что-то крутое. Это у нас кто такой? Это койот из Монетюнс. Это волк. Они в мультике с дорожным бегуном, который говорил Биби. Бегали постоянно. Так, смотрите. А он куда взлетает? Где он должен быть? Внизу. А, подожди, у него там сзади вот, видишь? Наоборот, может, ракету надо было сделать? Как? Сзади он как-то к ракету нужен. О! Нажимаем? Нет, подожди, а куда он сейчас улетит? Стекло. Вставляем его. Три, два, один. Ой, Сладя испугался. Мама, ты что? Ты не предупреждала, что это было? Который полетел в космос. Смотрите, смотрите. Там магазин есть. Можно водички купить, попить, ходить. А то мы же с вами забыли воду. А в Макдонусе деда не купил. Кстати, да, Миша, логично. Только теперь ты не можешь выйти из машины. Придется идти мне. Ну, давайте распакуем последнюю игрушку, и я пойду. Так, кто у нас тут? Тут какой-то у нас чувак с баскетбольным мячом. Вот это, кстати, по-моему, его Сэм зовут, если не ошибаюсь. Ребята нам напишут в комментариях, как его зовут. О, а он вот такой простой. Смотрите, он ездит и двигается. Ну-ка посмотрим. Выскакивает. Видите оттуда? Угу. Что, ребята, настала моя очередь. Идти в магазин, быстренько все с вами купим. Пойдемте со мной. Так, Ма, смотри. У меня здесь есть две карточки. Мастер-карт и виза. Э, Биль, вообще-то не надо всем показывать свои карточки. Ничего себе. Почему они с мышками? Ну, это такие кошачьи карточки специально, чтобы коты могли платить. Ничего себе прикольно. Ого, сколько у тебя денег? Тут пять тысяч, пятьсот рублей, десять рублей. Нифига себе, Беляша, ты богатый. Ладно, я беру твои карточки. Скажи, пожалуйста, пароль. Десять тысяч лайков и скажу пароль. Возьму, ребята, нам с Мишей несколько груш. Они такие мягкие вообще уже прям все. Их только есть и есть. Обалденные. Вот это, ребят, шоколад моей любимой фирмы. А я, Миша, возьму вот такую вот с кокосом. Он ее тоже обожает, но сладенькая. Подарок котикам с сыром. Кевин просто обожает. Так, что вы там купили? Зверопапа, это для тебя. Ух ты, спасибо. Котики, а для вас я тоже купила вот такой вот подарок. Чистая грудка индейки, экологически чистый продукт. О, мам, правда? Это что, нам слышали все? Так, ну что, давайте откроем, попробуем. Посмотрим на реакцию наших котиков. А, Миша, я им еще гримы скупила. Ммм, как вкусно пахнет. Фу. Мамочка, какая она вкусная на запах. Как будто натуральная. Положи в мисочку, пожалуйста. Беляш, держи, Беляш. О, мама, спасибо. Правда вкусно. Нямка. Ну что, Зверопапа, мне кажется, нам надо куда-то ехать. Во-первых, я очень сильно хочу писать. Но я не пошла в тот общественный туалет, который находится в торговом центре, потому что сейчас коронавирус и вся вот эта фигня. Поэтому отвези меня, пожалуйста, на поле, и я пойду писать как путешественник. Парди, а ты что там бегаешь? Да я поле смотрю, бабе подписать где-нибудь. Есть что-нибудь там? Да нет, ну что там в городе, что ты тупые вопросы задаешь тебе? Ну вдруг в парке поле. Извини, дорогой, но в парке я писать не буду. Ладно, что, кто-то увидел, что ли? Так, в общем, ребята, представляю вашему вниманию поле, где Зверомама будет писать. Ребят, блин, просто тут вот такая вот яма, огромный какой-то этот. Миш, давай так, я встаю в эту яму и писаю, а ты смотри, чтобы никто там не ехал с той стороны. Хорошо. Мам, да ладно, сейчас все увидят, как ты писаешь, мам. Бель, ну ты же писаешь при всех всегда и ничего. Да, и правда. Ну, Зверопапа, ты что, совсем что ли? Ребят, хотите посмотреть? Нет. Выложу в своем инстаграме. Баб, ты что, писаешь что ли? Ничего себе. Вот тебя понимаешь, как я себе неловко чувствую, когда ты около моего лодка трешься, когда я писаю. Зверчалочка моя. Котики. Эй, Сладя, ты где? Я спереди у дяди. Понятно. У меня для вас есть очень прикольная игра. Смотрите, сейчас я вам принесу из поля вот такую штуку. Вот эту сорвем, самую длинную. И... Ой, нифига себе. Вот она тебе и длинная, коротенькая. И будем играть с Кивулькой. А то что-то мы сидим спереди. Кевину там скучно. Кивуль, смотри, что я принесла. Ух ты, какая штука прикольная. Давай, лови. Я сейчас поймаю. Мамка, я сейчас поймаю. Кевин, ты что, носом, что ли, поймал? Миш, у Кевина, похоже, нос магнитит эти штучки. Бель, держи. Возвращаюсь в машину, ребята, чтобы не проиграть в челлендж. Так, а кто это тут меня ждет такой? Да, ты что, игрушку принесла? Давай, сладь, тиши отсюда. Сладь. Это мое место. Всякие тут фантики из Макдональдса. Какие-то машины тут стоят у нас, да? Угу. Может, фильм какой-то вместе посмотрим? А то уже скоро вечер. Включаю нам фильм «Космический джем». К Мишиной серии игрушек из Макдональдса, которые он собирает. Сейчас будем смотреть очень крутой фильм. Хорошо все то, что хорошо кончается. Угу. В общем, ребята, мы посмотрели очень классный фильм. Нам он понравился. Я, правда, второй не смотрела, но Миша смотрел. Что-то нам солнце стало просто слепить в глаза. И я думаю, что мы сейчас съездим за мороженым. У нас уже, ребята, 6 часов вечера. Вот-вот-вот, не знаю, видно ли вам. И кажется, нам пора поесть мороженое, умыться и лечь спать. Ну да, уже вечер. Я буду крем-брилле, поехали, пап. А я просто ванильная. А по итогу все равно они все будут есть одно мороженое на всех. Ну да. Дед, мы что, в наш магазин едем? Да. Понятно. Так, погнали. Деньги взял, сладь? Да, я взял мою карточку. Дай, пожалуйста. Ого, где детка с мышками? Сограй, ну. Люблю тебя. Я тебя тоже. Деньги взял, сладь, 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 сладь. Ну что, ребята, мы купили мороженое, сейчас будем лакомиться. Мне кажется, что этот ролик уже должен подойти к концу, потому что наши ребята не любят слишком длинные видео на нашем канале. Оно уже и так, наверное, длинное. Да, оно уже и так вес длинный. Поэтому мы с вами прощаемся до следующих видео. А мы сейчас будем кушать мороженое и вот так вот откинемся и будем отдыхать. О, отдыхать. С вас лайки. И всем пока. Мама, что-то я прощаюсь со зрителями. Но сегодня попрощаюсь я. Всем пока. С вас лайки. Субтитры сделал DimaTorzok